The wallet itself has a new history of everything. ...черкнулся от церкви впервые. ...continue with the outline... ...вот, это не только себя, а защищать правду Божию. ...вот, поэты, и область. Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан. ...вот, что мы не знаем, что это было, что это было, что это было. Давайте начнем и откроем урок с молитвы. Отец, я благодарю за Твою благость к нам. И я молюсь о том, чтобы Ты помазал сегодняшний вечер. ...чтобы Ты исполнил Свою цель в снаряжении нас. ...для служения, к которому Ты призываешь нас. ...и проговори к нам через Своё Слово, Господь. ...во имя Ишуа. Аминь. Аминь. ... Тяжело поверить, но это уже последний вечер у нас. ...время просто улетает. ... Оно, конечно, не летит, но ощущение как будто улетает. ... Давайте быстренько как бы вспомним, подведем итоги, что мы прошли за вчера и за предыдущее вообще время, до сегодняшнего дня. Мы говорили о возражениях с еврейской стороны, да, по поводу Евангелия, и также отвечали на некоторые вопросы ваши. И я имею надежду, что как бы вот эти ответы мои на возражения помогут вам при встрече с евреями иметь, что ответить им. И мы также затронули три принципа, которые важны для достижения еврейского народа, и мы вчера обговорили один из них, первый. Первородный грех, который мы вчера обсуждали. И вообще, как бы, надеюсь, вы увидели, что у еврейского народа нет ясного и четкого понимания вообще греховной природы и что такое грех. Они рассматривают грех как какое-то либо действие, либо поступок, но не как самих себя, которые являются грешниками. И также, как раввины рассказывают и интерпретируют 50-й псалом, 7-й стих, который говорит о царе Давиде. И мы знаем, да, что там царь Давид говорит о том, что он рожден во грехе, и во грехе его зачали. И раввины это объясняют тем, что его мать согрешила с другим отцом, и поэтому у них разные отцы были с его братьями, поэтому он не является, как бы, их, так сказать, братом. И таким образом они говорят, что он не был сыном Мессея, что на самом деле нонсенс. И это очень важный момент, разговаривать о греховной природе, потому что если вы столкнетесь с евреем, или даже это будет не еврей, и вы донесете до него осознание, что есть грех, и он грешник, и что ему нужен выход, тогда им надо будет помочь найти решение. И это похоже на то, когда вы идете к доктору, и только после того, как он распознает, какое у вас заболевание, тогда вы можете подобрать правильное лечение. И наша греховная природа, натура, она нуждается в излечении, в исцелении. И единственное решение, единственный выход из греховной природы — это искупление в крови, в жертве. И мы сфокусируемся на втором нашем пункте — искупление в крови, через кровь, через жертвоприношение, которое мы записывали. И мы откроем Левитам 17 главу, 11 стих. Потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. И, кажется, мы затрагивались с вами в одном из опровержений, возражений, да, евреев, когда они против Иисуса выступают. Что Бог простил всех нивитян, когда Иона пришел и привел их к покаянию, и там не было пролития крови, не было никакой пролитой крови на жертвеннике. И для этого возражения можно сказать, что, во-первых, они были язычники, а не евреи, и это было более как исключение, чем как правило. Мы не видим такого регулярно в Ветхом Завете. Но Ветхий Завет был заключен с народом Израиля, только с евреями, и Новый Завет уже включает все остальные нации. Поэтому, как бы, для еврейского народа никто никуда не убирал и не отменял нужду в жертвоприношении, нужду в пролитии крови. Если вы столкнетесь с раввинами или просто с знающими Ветхий Завет евреями, и возникнет этот вопрос, то тогда интересно от них понять, как же они тогда спасаются, если сейчас нет пролития крови. И это не стыдно задать вопрос, очень такой четкий и прямой евреям, как ты получаешь прощение за свои грехи. И если вы обратитесь к Талмуду или к Медрошам, обычно это описание каких-то мудрых раввинов, они будут сказать, что молитвы, репетия и хорошие действия, они, в основном, заменяют для нужды для нужды для нужды для нужды. И обычно раввины отвечают таким образом, что ваши молитвы, ваши покаяния, они в данном случае заменяют это жертвоприношение, это пролитие крови. Но проблема с этим их ответом в том, что Писание учится всем по-другому, и совершенно другое написано в Левитом. И тогда перед нами дилемма, кто является большей властью. И это тогда или Медроши, написанные раввинами, учителями Торы, или сама Тора, которая написана Моисеем. За кем стоит истинная власть, за чьим посланием стоит истинная Божья власть? То есть, если Талмуд и Писание раввинов говорит одно, а Тора говорит совершенно другое, то кому вы должны доверять, зачем вы должны следовать? И реальность такова, что в основном в ешивах, в религиозных школах, то, чему они больше всего уделяют внимание и изучают, они изучают пояснение и объяснение раввинов по Торе, а не саму Тору. И часто они говорят, что, да вообще, в принципе, мало кто может понять саму Тору без помощи объяснений раввинов. Это очень интересно, они тут же говорят, что вообще-то нету посредника, да, никому не дано нам объяснить Тору и связать ее и Бога. А с другой стороны, они используют тех же раввинов и их учения, их послания как посредников между Торой и Богом. И вообще, в реальности жизни они ставят власть раввинов над властью самого Божьего Слова. У нас есть Тора, это пятикнижие Моисея, пять первых книг, которые называются Законом Моисея, и они верят, что это было Слово Божье, данное нам. Но когда вы двигаетесь дальше к пророкам и к псалмам, они вообще склонны говорить о том, что, ну, на самом деле, эти книги не такого более важного значения, и у них нет такой власти, как у пятикнижия Моисеева. Но это никогда не было вопросом во времена Иисуса и во все предыдущие времена. То есть, всегда использовался весь Ветхий Завет, принимался как Слово от Бога. Но причина, почему это изменилось, потому что начали всплывать определенные вопросы, на которые у раввинов не было ответов. И из-за того, что у них не было ответов на вопросы, и чтобы просто хотя бы сказать, что, слушайте, это Слово Божье, и оно не меняется, оно постоянно. Они просто сказали, ну, да, некоторые из пророков вдохновил Бог, кого-то из пророков, вообще-то, Он не вдохновлял, и не все из пророков можно назвать истинным Словом Божьим. И перед тем, как мы остановимся на одном конкретном примере в книге Даниила, 9 главе, позвольте мне дать ясный ответ на вот этот вопрос. Так, во что же верить? Или ты веришь Торе, Пятикнижию и Моисею, что является Словом Божьим, или ты веришь Талмуду и Писанием раввинов? И мой ответ раввинам, ортодоксам и вообще любым евреям, если я стою, так сказать, перед выбором поверить мне мудрым учениям, даже если они очень мудрые, или Талмуду. Да, учения раввинов могут быть очень мудрыми, и я не спорю с этим, но это не значит и не приравнивает их к Слову Божьему. Это просто мудрость человеческая. Но даже Писание говорит о том, что вся мудрость человеческая — это как глупость в глазах Божьих. И он всегда отвечает, что, слушайте, я всегда выбираю закон Моисея, а не Талмуд и раввинов. А Тора, закон Моисея, в Пятикнижии левиты говорят о том, что нет прощения без искупления, нет искупления без пролития крови. И это дает нам очень ясный и четкий ответ, а они уже тогда стоят перед решением. А сейчас перейдем с вами к книге Данила, девятой главе, и мы столкнемся с тем местом Писания, почему у них начали возникать эти вопросы, является это ли вообще Словом Божьим пророки или нет. И, с одной стороны, книга Даниила достаточно сложной книгой считается, потому что в ней частично говорится о последних временах. Здесь описывается то, что уже произошло, и то, что еще предстоит произойти. И в 24-й главе Матфея Иисус цитировал книгу Даниила. То есть, можно сказать, что Иисус сам собой признавал книгу Даниила как часть Слова Божьего. Мы не будем затрагивать много деталей. Но в 9-й главе, начиная с 24-го стиха, здесь есть пояснение, объяснение, видение, которое имел Даниил. И здесь описываются последние времена, война, которая должна произойти. Но, с одной стороны, это произошло уже 2000 лет назад. И произошло больше, чем 2000 лет назад. И это пророчество, можно сказать, было высвобождено за 900 лет Даниилом до того, как события определенные происходили. И в его видении было описано, как самый конец времен, последние времена. Также из-за тронутой времена разрушения второго храма. Потому что здесь описывается и также восстановление Иерусалима после первого разрушения. Поэтому давайте начнем с 25-го стиха 9-й главы Даниила. И так же, это говорит, Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Мессии, Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обостроятся улицы, и стены, но в трудные времена. И так же, дальше 26-й стих говорит, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Мессия, и не будет его. Когда он говорит о восстановлении Иерусалима, он описывает здесь возвращение евреев из вавилонского пленения, которое описано Иеремией, на восстановление вот того первого храма. И как храм был восстановлен под руководством Неемия, а потом и Эзры. Поэтому здесь он описывает восстановление Иерусалима как города и второго храма. И после того, как храм был отстроен и Иерусалим был отстроен, стены его, что произошло после еврейского пленения в Вавилоне, Даниил пророчествует, что после 62 седьмин что Мессия будет распят, предан будет смерти, но не сам по себе. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет таким, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И до конца войны будут опустошения. И самую главную мысль мы должны взять с этого места Писания, о чем Писание пророчествует здесь, здесь ясно написано, что до того, как разрушится этот второй восстановленный храм, Мессия будет убит. Я не знаю, видите ли вы дилемму здесь, которую увидят здесь раввины. Здесь четко Даниил пророчествует о том, что Мессия будет предан смерти до разрушения второго храма. Бог настолько добр, благой и милостивый, что Он приготовил свой еврейский народ и заранее Ему сообщил, что если вы хотите знать и различать времена, когда придет Мессия, то Он придет до разрушения второго храма и будет распят. И еврейские ученые и раввины, они не принимали это как Слово Божье. И вот тут дилемма, с которой они сталкиваются здесь. Если Даниил говорит о том, что Мессия будет распят до разрушения второго храма, who died and came to be the Messiah before the destruction of the second temple. It's a question to you. Вопрос. Кто умер? Кого предали смерти до разрушения второго храма? Это к вам вопрос сейчас. Ишуа. Right. Okay. So, basically, the rabbis are faced with a choice. Either they acknowledge, oh, wow, that's amazing. Yeshua fulfilled this prophecy. Или они тогда должны вот так отреагировать, что, о, удивительно, Ишуа исполнила это пророчество. So, he must be the Messiah. Let's all believe in him. Он должен быть нашим Мессией. Давайте все начнем верить в него. We were wrong to reject him. We were all wrong. People, I'm so sorry. I'm sorry, we were wrong. Люди, простите, мы все были неправы. Давайте в него начнем верить. Let's just reverse a little bit and look at this again. Давайте проиграем назад и посмотрим опять. And really the rabbis or the Jewish leaders could have called all the Jewish people together. They could have. И, естественно, раввины и там все лидеры еврейские такие могли созвать всех евреев вместе. Just like Ezra did when he brought all the people back to the Torah and he brought the whole nation before him. Так же, как Ezra сделал, он собрал весь народ и вернул народу Тору. Он как бы народ повернул лицом к Торе снова изучать закон. In a perfect world, the Jewish leaders would have called all the Jewish people back together after this prophecy came to pass. Когда это пророчество совершилось, в идеальном мире было бы так, что все еврейские лидеры призвали бы и собрали вместе бы весь еврейский народ. After the destruction of the second temple, they would have seen, if it's talking about Jesus. И после того, как второй храм разрушился, они бы поняли, что это говорилось о Иешуа. And they should have said, we were wrong about Yeshua all along. He really is the Messiah, because he fulfilled the prophecies. И в идеальном мире они бы собрали весь народ после разрушения храма и сказали, мы все были неправы. Он действительно исполнил это пророчество, и Иешуа является нашим Мессией. Но печаль в том, что этого так и не произошло. И две тысячи лет спустя они все еще не признают это. Но потихоньку это происходит, происходят изменения в этом, и еврей за евреем меняет свое мнение. Поэтому выбор у них был таков. Или сказать, что они были неправы признать Иешуа спасителем, или сказать, да не, вообще-то Даниил тут не сильно попророчествовал, он не был вдохновлен Богом, и это не Слово Божье. К сожалению, такая религиозная гордость может быть очень разрушительной. Что вместо того, чтобы сказать, простите, мы были неправы, мы не распознали его, они выбрали сказать, что это вообще не Богодухновленное Слово Божье. Поэтому религиозными лидерами пророки и весь оставшийся Ветхий Завет, Псалмы и все остальные книги не воспринимаются так, как имеющие власть, как это воспринимается Пятикнижие Моисеева. И вообще, Талмуд и поучение раввинов, они заменили все оставшиеся книги Ветхого Завета, кроме Пятикнижия. И сейчас в ешивах, в религиозных школах уделяется очень маленький отрезок времени для изучения пророков, на самом деле, Ветхого Завета. И есть очень много других примеров, я не смогу через все их пройти, но мы еще один точно затронем. Даже 21-й Псалом, в английской Библии это 22-й, он до 7-го или 10-го столетия был признаваем как мессианский пророк, который несет в себе мессианское пророчество о распятии Мессии. Но в 10-м столетии под руководством Маймонида Маймонид, он таким образом заложил своими учениями основания для сегодняшнего иудаизма существующего. Он написал 13 аспектов еврейской веры, почему они верят, во что они верят. И один из заявлений из этих 13, там такая фраза есть, «Я верю твердой верою, что Мессия придет». Вместо того, чтобы сказать, «Я твердую верою, верю, что Мессия уже пришел», он все еще провозглашает в этом утверждении своем, что «Я твердую совершенную верою, верю, что Он придет только». Но чтобы подсуммировать этот урок, вывод такой, что, к сожалению, большинство еврейских учителей, раввинов, они не признают пророческие книги и оставшийся Ветхий Завет, кроме Пятикнижия, как Боговдухновленные, как часть Слова Божьего и имеющие власть. Но пророчества, которые мы имеем в этих книгах, это очень ясные вещи, которые помогают привести евреев к осознанию Мессии. И у нас остается просто такой вопрос о том, что как же мы можем использовать все книги Ветхого Завета для достижения их, если они не верят в их власть. И мой ответ на это очень простой. Как вы контраргументируете неверующих? Как вы контраргументируете с неверующими? В другими словами, как вы разбираетесь с неверующими? Как вы отвечаете им? Вы отвечаете им только верою. Это то, как можно единственным противостать неверующему человеку. И ко мне многие приходят разочарованные после столкновения с какими-нибудь евреями и говорят, да он вообще сказал, в Тору не верит, и в закон не верит, и в Бога вообще не верит. Так если он ни во что не верит, как же я ему могу говорить? Но путь, как вы отвечаете, тот способ, как вы отвечаете. Вы показываете ему веру в Слове Божьем. И только из-за того, что они не верят, это не значит, что вы должны не верить. Это сила вашего обращения к Мессии может привести их ко спасению. The Jewish people are very persuasive, because Jewish people are very persuasive, persuasive, very influential, very convincing. They're persuasive. Еврейские люди, они вообще такие убежденные во что-то, вот если они во что-то верят, они вот в этом сто процентов уверенные и такие направленные, целеустремленные. И если они так вот что-то уверенно вам противостоят, и если они с какой-то такой уверенностью во что-то верят, это же не значит, что это является. Субтитры создавал DimaTorzok